Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня будет немножко необычный фильм. Мы рассмотрим ряд приманок, которые предназначены в большинстве для рыбалки именно спиннингом. Со славного города Черновцы мне ребята сделали заказ конкретно по судаку. Чтобы можно было его ловить. Условия рыбалки у них глубина от 5 до 15 метров. Ну понятное дело, что нахлыстом здесь ничего нет. Ну и естественно заказ был чисто для спиннинга. Но я хочу все-таки сделать обзор приманок джиги-то понятно. С ними здесь джига есть джига. Здесь ничего нового. По принципу воли байера делалось разные расцветки. И перьевые, и больше, и меньше по весу. Но что я хотел заострить, на чем внимание. Ну чисто такие воли байеры. На чем хотел заострить внимание. Многие задавали вопрос неоднократно по поводу пера. И вот у меня имеется перо, которое крашеное черное. Ну, как вы видите, оно вроде бы и петушиное. И в то же время вот нет той стекловидности, которая вот вы видите, как оно блестит. И должны быть сами бородочки вот эти пера прямо аж как стекляшечки. Поэтому вот я перо, которое у меня имеется вот такой скальп, и желтый, и зеленый, и салатного цвета, и черный, я использую в качестве опушки пальмером на все вот такие приманки. В чем, в принципе, это будет заключаться изюминка. Ну, эти-то вы уже все прекрасно знаете. Это имитирует малька. Она неогруженная. То есть можно сделать наборку, так, чтобы можно было вот две вот такие приманочки, одна за одной, следует, и привязать к джиге. Но хочу заострить внимание. Именно вот как вы видите, у меня лежат здесь вот такие приманочки. Они выполнены на ампулке. Ампулка обыкновенная. Вот та, которую мы пишем. Она может быть и белая, прозрачная. Может быть и вот такая вот белая, но не прозрачная. Есть стандарт, определенный по длине трубки. Ну, вот она должна быть дюйм два с половиной сантиметра. Учитывая условия рыбалки, можно ее менять и до двух сантиметров, и до трех сантиметров. То есть так, как вам будет удобно для вязания. Изготавливать очень просто. Я в качестве, как вы видите, вот, ну, давайте любую, здесь без разницы. Одевается на стерженечек, у фильма у меня уже есть. Одевается, сейчас мы здесь, у меня, вот, от капельницы трубочка. Ниткой крепится, флуоресцентной. Я почему специально, вот она, как вы видите, светоотражающая. И ряд материалов здесь для глубин тоже выполнен. И люрекс также светоотражающий. Все, после этого, елочным дождиком, или же с упаковки, как я обычно использую, изготовил тело, сделал крыло, ну и, понятное дело, опушечку. Очень иногда, как говорится, меня необоснованно обходите вы стороной вот такую приманку. Я, когда в свое время, ну, в принципе-то, я и сейчас еще спиннингом тоже балуюсь, когда я еще не переходил чисто к нахлысту, не вязал такие приманки, значит, вот такие вот эти вот приманки, которые вы видите, меня, как спиннингиста, выручали очень сильно. Ну, понятное дело, что они и выглядели немножечко похуже, но принцип выполняли тот же. Имитация той рыбки, на которую будет ловиться наша основная рыба. Кстати, на все вот эти приманки, которые здесь лежат, я повторю, хорошо отзываются сом, судак, щука. Ну, и, понятное дело, окунь тоже может не пропускать. Также и жерех. Что касается вот трубок. Они вот у меня, как вы видите, одинаковые по размеру, но разные по расцветке. Все зависит от предпочтения рыбы, потому что фиолетовый цвет достаточно хорошо работает на большой глубине, черный работает всегда. Эти вот тоже для большой глубины. Это имитация вот малечка, так сделано, в таком варианте. В чем выигрывает? Вот учитывая вот все вот эти вот приманки, которые вот лежат перед вами, вот в этой приманке, которая выполнена на трубке, имеется только один недостаток. Также вот все приманки собирают мусор, но у нее также имеется этот недостаток, потому что мы, ну, я взял проволочку, чтобы мне легче, да и вам было видно. Обычно всегда крючок привязывается, ну, понятное дело, продевается поводок, потом берется крючок любой, какой вы хотите, это все зависит только от ваших условий рыбалки. Хоть тройник, хоть двойник, какой вот захотите, такой себе и всунете. И вот теперь смотрите, это в моей приманке вверх. Ну, вот я первый попавшийся у меня был, такой злой джексоновский крючок, который можно было бы здесь поставить. Одеваете вот в трубку, подтянули его поводком, и вот она у нас готовая приманка. Есть трава, поставили жалом вверх, нет зацепов. Да очень хорошо, и зацепляемость, и для рыбы, и для всего. Но, посмотрите внимательно, вот это место, понятное дело, будет собирать у нас траву. Но, так же, как настоящий улебагер, здесь тоже будет собирать траву. Но, по сравнению вот с этими приманками, которые имеются, это вот не зацепляйкой, но понятное. То, вот в нашу трубку можно поставить любой крючок, и под свои условия рыбалки мы спокойно можем уже применять, как сами захотим. Захотим, если зацепов нет, мы знаем, что травы тоже. Всё, поставили крючок, у нас обыкновенная приманка. Очень удобная. Поэтому, друзья мои, если, конечно, вы хорошо раскусите, и обловите вот такого типа приманку, то практически, ну, другие вам, может, даже и не нужны будут. Единственное, что, конечно, будете здесь играть расцветкой, потому, потому что, понятное дело, красное есть красное. и всё. Всё достаточно просто. Три копейки по изготовлению. Ампулку разрезаете, сколько вам нужно. Нитка, клей, лак, и всё готово. Ну, глазки я специально здесь положил, это вот я немножечко здесь ещё доделывал. Глазки мы изготавливаем сами. Поэтому, вот проблем никаких у нас здесь не может быть. Всё у нас есть, и все эти приманки изготавливаются достаточно быстро. Вот, в принципе-то, я хотел заострить ваше внимание не просто, вот, как говорится, на этих приманках, которые перед вами, а конкретно, чтобы вы обратили внимание, вот, на приманку, которая изготавливается на трубке. Единственное, это мне были письма, друг мой купил с Краснодарского края бутылочки и вязал на латунных бутылочках. Купил вольфрамовые, купил медные, купил разные. То есть, тоже точно так же можно использовать, вот те есть, можно и медную трубку использовать. Я, как вы знаете, есть у меня фильмы, я использовал из-за клёпки медные. Так что, не проходите мимо. Благодарю вас, друзья мои, за внимание. Пишите, до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...